Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Бэйджин 2008 Официальную игру 29-й Олимпиады в Пекине Здесь нам предлагают сразиться с виртуальными спортсменами Аж в 35 дисциплинах И привести свою команду к победе Студия-разработчик была уже причастна к подобного рода проектам Выпустив 4 года назад Афины 2004 Посмотрим, наметился ли какой-нибудь прогресс Летнюю Олимпиаду 2008 года принимает у себя столица Китая Пекин Спортивный проект Бэйджин 2008 Всецело посвященный грандиозным состязаниям Предоставляет всем желающим уникальную возможность Лично поучаствовать в соревнованиях Выступив за родную страну Возвращайтесь домой только с золотом Стоит отметить, что перед нами не больше и меньше Официальная видеоигра Олимпиады Вышедшая, правда, изначально на консолях В начале игры вы выбираете сборную любой страны участницы Или же формируете свой звездный состав Можно либо сразу приступить к соревнованиям Либо попробовать сначала себя в тренировках Второй вариант предпочтительнее ввиду специфики управления Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2,4 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 512 ГБ видеопамяти И 5,5 ГБ на жестком диске Геймплей игры всецело посвящен соревнованиям Без какого-либо маркетинга и прочей менеджерской ереси Перед нами чистокровный экшен Чтобы добраться до Олимпа победителей Вам для начала придется научиться проходить квалификацию И достигать лучших результатов Сразу у вас это навряд ли получится Радость от игры портит управление спортсменами Беджин, конечно, эволюционировала Если сравнивать с аналогичным проектом 4-летней давности Но окончательно уйти от схемы жмем на все кнопки сразу и побыстрее Разработчикам все-таки не удалось Наша оценка геймплея 4 балла Графический Беджин также не блещет Необходимый набор технологических фишек тут присутствует Но феерия спецэффектов не ждите Классический проходной движок Собранный на коленке и вышедший в тираж Впрочем, картинка говорит сама за себя Наша оценка графического оформления 4 балла Звук также не поражает воображение Все более чем шаблонно Если вы уже играли в спортивные симуляторы В Беджин вы не услышите ничего нового Наша оценка звукового сопровождения 4 балла Перед нами, что называется, сезонный проект Привязанный к конкретному событию В Беджин по качеству исполнения можно сравнить С компьютерными экранизациями голливудских блокбастеров Первосепенная цель разработчиков Познакомить геймеров с явлением Олимпиады Безусловно выполнена Но без этой привязки игра ничего особенного И себя не представляет Классический средничок Наша общая оценка игры 4 балла Беджин 2008 страдает двумя недугами Свойственными любым портам с приставок Во-первых, это купированная графика Которая, положа руку на сердце, в оригинале не очень Во-вторых, абсолютно дурацкое управление Если у вас под рукой нет геймпада Можете забыть не то, что о мировых рекордах А даже об успехе на этапе квалификации Как прийти, увидеть и победить в игре Беджин 2008 Вы узнаете, посмотрев наши ответы На ваши вопросы Первый вопрос Объясните, как правильно участвовать в забегах Мой спортсмен всегда приходит последним Объясняем Во-первых, забудьте о бессистемной долбежке по кнопкам Она, конечно же, присутствует Но основная фишка состоит в том, чтобы Попадать в такт движение вашего виртуального протеже Найдя золотую середину Вы станете показывать на порядок лучшие результаты Чтобы стать еще успешнее Не брезгуйте последним рывком перед финишем Следующий вопрос По какой схеме проходят прыжки в длину? Отвечаем Данная дисциплина состоит из двух этапов Разбега и, собственно, прыжка Первая часть исполняется по аналогии с забегами А с прыжками есть несколько особенностей Во-первых, постарайтесь начать прыжок Как можно ближе к красной полоске, но не наступая на нее Затем в момент касания земли Жмите соответствующую кнопку Здесь также важно чувство момента И в третьем прыжке постарайтесь поймать угол в 45 градусов Если будет меньше, то спортсмен приземлится очень близко Если же больше, то прыжок получится скорее в высоту, нежели в длину Следующий вопрос Чтобы победить в игре, нужно выиграть все золотые медали или нет? Отвечаем В идеале, да Такой сценарий гарантирует вам победу Однако, по аналогии с настоящей Олимпиадой Здесь действует та же система рейтинга Вам не обязательно выигрывать все соревнования Но занимать высокие места в спортивном хит-параде вы просто обязаны Господин МакГи, творческий лидер одноименной студии Вновь дал о себе знать Выпустив свою версию сказок братьев Гримм Сегодня мы расскажем о первом эпизоде American McGee's Grim Всего же их планируется выпустить аж 24 штуки Предыдущая экранизация, посвященная Кэроловской Алисе в зеркалье Имела определенный успех Чего не скажешь о других проектах этого товарища Scareplant и Bad DLA, вышедшие под этим же лейблом Не выдерживали абсолютно никакой критики Посмотрим, что МакГи предложил нам на этот раз На разных этапах своего творческого пути МакГи анонсировал бесчисленное количество проектов American McGee's Oz Творческую интерпретацию волшебника из страны Оз City of the Dead Брутальный зомби-хоррор на паек с великим Джорджем Ромеро И среди прочего American McGee's Grim Мрачный пересказ сказок братьев Грим Так вот, последний и самый интригующий из всех Проект неожиданно выстрелил На первый план в игре вышла следующая механика Painting the World Dark Условно можно перевести как раскрашивание мира темнотой Важно знать, что у всего этого предприятия Под названием American McGee's Grim Имеется официальная миссия Которую сам American формулирует следующим образом Мы возвращаем сказкам их оригинальную мрачность Это не пустые слова Современная интерпретация народных сказок Имеет мало общего с первоисточником У братьев Грим людям отрывали пятки И выкалывали глаза И в общем делали много такого Что сегодня принято видеть скорее в хорроре Чем в детской сказке Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативки 128 МБ видео И всего-навсего 300 МБ на жестком диске Каждый из эпизодов Ставит перед игроком задачу Вернуть сказку в ее первоначальное состояние Сделать это надлежит Раскрасив мир в оригинальные мрачные тона Сам Маги с радостью сообщает Что запущенный по цепной реакции Процесс превращения милейшей сказки В угрюмую постановку Обладает совершенно гипнотическим эффектом Это в точности соответствует действительности Поначалу ваши действия Будут иметь обратимый характер Но чем дальше вы продвигаетесь по пути зла Тем более бескомпромиссными Становятся действия вашего героя Наша оценка геймплея 5 баллов Оценивайте груз позиции NextGen технологий Исключительное кощунство Здесь это не главное Наша оценка графического оформления 5 баллов Аудиосоставляющая Также не оставит равнодушным Любители этого жанра Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Каждый эпизод Американ Мангис не содержит сказку целиком А рассматривает ее важнейший элемент Например, Золушка собирается на бал Или Красная Шапочка отправляется к бабушке Во всех этих ситуациях Задачей игрока является Возвращение истории к ее первоначальному состоянию В конце этого года Планируется выпустить как минимум 12 эпизодов Общей продолжительностью в 6 часов геймплея Наша общая оценка Американ Мангис Грим 5 баллов Американ Мангис Грим Эпизод 1 Относится к той категории сказок Которой стоит читать детям на ночь Если ваши представления о воспитании Молодого поколения Включают в себя следующие позиции Совершенствование садистских способностей Антисоциальное поведение Попрание всего светлого и доброго А также цинизм Вкупе с саморазрушением Короче говоря, если из своих детей Вы хотите вырастить настоящих тиранов Братья Грим в пересказе магии Станут вашей настольной книгой Первый вопрос Есть ли в игре многопользовательский режим? Отвечаем В традиционном смысле нет Однако игра с таким коротким геймплеем Просто таки обязана иметь Дополнительный пакет развлекушек На первый план в этом смысле Выходит прохождение игры на скорость И последующей публикации своих достижений В сети интернет На данный момент Верхняя строчка рейтинга По первому эпизоду колеблется в районе 10 минут Дерзайте Следующий вопрос Как крутить героев вокруг его оси? А то он ходит у меня как по рельсам Отвечаем Игра на клавиатуре в такие игры Хрестоматийно усложнена Покопайтесь в настройках управления Там есть интересующая вас позиция Однако не стоит забывать о том Что проект изначально Был заточен под геймпады Отсюда и не всегда интуитивно понятное управление Следующий вопрос Я слышал, что Американ Магиас Гримм Распространяется бесплатно Так ли это? Отвечаем Частично Бесплатно можно скачать только первый эпизод сказок Все последующие 23 Приобретаются за символическую плату На официальном сайте разработчика Смотрите далее Space Edge Это вовсе не Dungeon's Edge в космосе Как можно сразу подумать По сюжету на дворе у нас вовсю царит 22 век И космические корабли праздят просторы вселенной Dynasty Warriors 6 Действие игры происходит в 3 веке на территории древнего Китая Три правителя взбунтовались и направили свои войска На захват императора Смотрите далее Space Edge Это вовсе не Dungeon's Edge в космосе Как можно сразу подумать По сюжету на дворе у нас вовсю царит 22 век И космические корабли праздят просторы вселенной Dynasty Warriors 6 Действие игры происходит в 3 веке на территории древнего Китая Три правителя взбунтовались и направили свои войска на захват императора Компания Gas Powered Games заявила о себе почти 6 лет назад Выпустив отличную экшен-РПГ Dungeon's Edge И вот сейчас, сменив издателя с Майкрософта на Сегу Студия снова готова завладеть умами горячих ролевиков Итак, встречайте! Новая экшен-РПГ Space Siege От создателей знаменитой Dungeon's Siege Как ни странно, Space Siege это вовсе не Dungeon's Siege в космосе Как можно сразу подумать По сюжету на дворе у нас вовсю царит 22 век И космические корабли, отправившиеся борозить просторы вселенной Обнаружили на одной из далеких планет древнюю инопланетную расу Керак Собственно, на этом человеческое исследование космоса и закончилось Инопланетяне немедленно атаковали корабль с колонистами Вычислили координаты Земли и буквально через пару часов Их флот уже дотла спалил нашу многострадальную планетку Нам во всем этом мракобестии определяется роль Сета Уокера Капитана второго корабля колонистов Который успел покинуть Землю буквально за пару часов до вторжения Теперь наша цель спасти остатки людей И найти новый дом для человечества где-нибудь в тихом уголке галактики Однако не все так просто Перед самым стартом колонистам пристыковался крейсер Кераков И инопланетяне уже начали расползаться по кораблю Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2,6 ГГц 1 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти На жестком диске космическая экшн-РПГ Space Edge займет 3 ГБ Геймплей местами очень напоминает Dungeon's Edge Похожий интерфейс, та же камера с видом сверху сбоку И тоже исключительно мышинное управление Всю игру мы проведем в поисках забравшихся на борт корабля колонии инопланетян Напарников нам не положено, так что прокачивать предстоит одного только Сета Развитие происходит так Хотите научиться таскать тяжелый пулемет? Можете не прокачивать силу Просто замените вашу обычную руку на титановый киберпротез Но чем меньше в сете будет оставаться человеческого Тем круче начнет меняться сюжет и соответственно потенциальная концовка игры Разработчики говорят об этой идее так Спасти человечество пусть даже ценой собственной человеческой сущности Шкала человечности главного героя это регулятор сложности игры Вы можете относительно легко проскакивать все уровни, превратив сета в терминатора А можете долго мучиться, но прийти к финалу почти человеком Пятерка за геймплей Внешне Space Edge выглядит, прямо скажем, весьма посредственно Такое ощущение, что газ пауэрит, как будто вычеркнули из своей биографии все визуальные достижения Supreme Commander И откатили планку на пару лет назад, во времена второй части Dungeon's Edge Тройка за внешний вид Звук Space Edge это сплошной рок от пулеметов и жуткие крики у ползающих из всех щелей монстров На фоне играет бодрая музыка, которая, впрочем, довольно быстро надоедает И если вовремя ее не убрать, то звон в ушах после нескольких часов игры вам гарантирован Четверка за звук В итоге у создателей Dungeon's Edge получилась вполне сносная стрелялка в духе Shadow Grounds Что же касается ролевой части, то тут все максимально упрощено Главная задача — отстрел космических тварей Четверку получает сегодня экшен-рпг Space Edge Space Siege — очень стильная и живая игра Экшена здесь явно больше, чем элементов ролевой игры Что, конечно, не понравится фанатам предыдущего творения разработчиков Space Siege больше напоминает мясные побегушки в стиле Ален Шутер Нежели своего более благородного прародителя Dungeon's Edge А теперь переходим к нашим ответам на ваши вопросы Вопрос А как переназначить в игре клавиши? Отвечаем К сожалению, все клавиши управления заданы по умолчанию И заменять их нельзя Вопрос А чем отличается игра за человека и за хиборга? Отвечаем Если вы не будете злоупотреблять имплантантами И сохраните человеческую скучность главного героя То вам не достанутся две пушки — шестиствольник и рейлган Также вас ждет другая альтернативная концовка Вопрос Что мне делать? Твари лезут из всех щелей, и я никак не могу их всех убить Отвечаем В такой ситуации очень пригодится умение главного героя ставить стационарные турели Чтобы прокачать эту способность, сделайте упор на инженерные скиллы Вопрос На меня напало огромное количество всяких мелких монстров Никак не успеваю от них отстреливаться Что мне делать? Отвечаем Для демонстрации физического движка Разработчики разбросали по уровням огромное количество взрывоопасных объектов Как только завидите толпу монстров Валите по газовым баллонам Одним выстрелом убьете сотню зайцев Диннести Ворьер 6 Есть продолжение популярного японского сериала от разработчиков из Koei Corporation В этом году они уже порадовали нас такими проектами, как Warriors Arrochi, Samurai Warriors 2 И обещанием выпустить англоязычную версию Romance of the Free Kingdoms 11 Теперь же нам предлагают переместиться на территорию Китая И на себе испытать всю сложность ситуации того времени Смотрим Некоторое время назад мы рассказывали вам об игре Samurai Warriors 2 Сегодня же речь пойдет об очень похожей игре Обе эти разработки относятся к одному типу игры К тому же являются делом рук одной и той же компании За время существования этой серии Koei Corporation продала более 15 миллионов копий дисков Сюжет игры основан на романе Повесть о трех царствах, который был написан в 14 веке Данный труд описывает очень сложное время в истории империи Действие игры происходит в 3 веке на территории древнего Китая Три правителя взбунтовались и направили свои войска на захват императора Именно в этот момент происходит падение династии Хан О которой будет подробно рассказано в игре Также представлен период Троецарствия и итоговое высоединение Китая Именно вам предстоит участвовать во всех этих событиях Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц 2 ГБ оперативной памяти И 256 ГБ видео А также 5 ГБ на жестком диске Вы точно будете довольны реализацией игры Дело в том, что нам предлагают сыграть за любую из противоборствующих сторон И не просто сыграть Нам с вами предстоит побывать в центре событий Собственноручно управляя тем или иным генералом Именно таким способом разработчики предлагают игрокам Ознакомиться с историей объединения И провести несколько дней за их разработкой Вас ждет богатый набор стилей восточных единоборств Которые доступны персонажам И хорошо поставленные ролики между этапами При создании игры использовались технологии Для оцифровки движения лучших мастеров восточных единоборств Наша оценка геймплея 5 баллов Возможно, эту игру можно считать лучшим творением Коэй Корпорейшн Единственный минус – это слишком медлительные офицеры А точнее, просто тупые Внешняя игра достаточно красивая И при этом практически нетребовательна к железу Вы сможете насладиться очень красивыми пейзажами Одеждами воинов И очень впечатляющими спецэффектами во время боя В Азии всегда вымели очень хорошо рисовать И раскрашивать различные предметы Точно такое же отличное качество Было переведено в электронный вид 5 баллов за внешний вид Музыкальное сопровождение, скорее, на любителя Достаточно тяжелая музыка во время боев И более приятная в заставках и меню Dynasty Warriors 6 – красивая и динамичная игра Если вы никогда не интересовались подобными разработками Возможно, вам стоит начать знакомство именно с этой игры А наша общая оценка игры – 5 баллов Наверное, единственное, чем может не понравиться игра Это скромным количеством комбинаций ударов Всего две кнопки Пара десятков боевых элементов Всевозможные прыжки Суперудары И у некоторых персонажей броски А в остальном все в порядке Игра достаточно красиво прорисована И очень динамична Если в полубое вы никак не можете разобраться Что вам нужно сделать для завершения миссии Обязательно посмотрите наши ответы На ваши вопросы по игре Первый вопрос Какое максимальное разрешение можно выставить в игре? Отвечаем К сожалению, игра работает только в следующем диапазоне Нижний предел – 640 на 480 И верхний – 1280 на 1024 Следующий вопрос Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь перенастраивать управление на геймпад? У меня никак не получается и очень не хочется играть на клаве Отвечаем У нас получилось сделать это с помощью программы Control-MK Следующий вопрос Насколько много новых героев и разное ли у них оружие? А еще есть ли в игре телохранители? Отвечаем К сожалению, телохранители убрали С однотипностью оружие стало получше Следующий вопрос Есть ли какие-нибудь скиллы у лучницы? Например, усиление выстрела Отвечаем Да, есть такие улучшения Если прокачивать умения Это можно сделать после каждой миссии То появится мощный выстрел, раскидывающий всех Прикольный прием, с помощью которого можно стрелять на 360 градусов Стрела, разделяющаяся на 3 А также Можно будет забраться врагу на шею И подбросить его через себя Плюс некоторые другие умения Рады были помочь вам в прохождении игр Меня зовут Влад Лехов Это был Фак Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте муздафиств.ру Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdafistv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма А теперь внимание Канал Муз ТВ и программа Фак Объявляет конкурс на должность ведущего Если вы молодый, красивый, талантливый Учитесь в институте И разбираетесь в компьютерной индустрии То отправляйте свои резюме На нашу электронную почту faqsobaka.muzdafistv.ru Тема конкурс Не забудьте про фотографии Без них письма рассматриваться не будут До скорого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok